Понятие «женская красота» в разных странах и культурах мира. Все женщины мира уникальны и неповторимы. Однако в одном они все же похожи, в своем стремлении быть красивой и следовать за модой. Рассмотрим, какие стандарты женской красоты в разных странах. В Австралии ценят спортивное и атлетичное тело, красивый загар и активность. В Малайзии в почете бледнолицей и миниатюрной девушки. В Швеции красивыми считаются женщины со светлыми или платиновыми волосами, высокими скулами, голубыми глазами. Показателем женской красоты в Иране считается ровный красивый нос. Многие женщины прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы скорректировать форму носу и сделать ее идеальной. В Египте красивой считается женщина с круглым лицом, маленьким и аккуратным ртом, красивыми, но не слишком большими формами. В странах Азии любят женщин со светлой кожей лица. Именно поэтому в Таиланде, Китае, Японии популярны кремы с отбеливающим эффектом. В Индии красивая женщина должна иметь миндалевидную форму глаз, прямые темные волосы, острый прямой нос. Кроме этого считается очень красиво украшать свое тело хной. В Бразилии женская красота сосредоточена, в первую очередь, на ягодицах. Они должны быть красивыми, упругими и аппетитными. Также в Бразилии ценится модельная внешность, женщина должна быть ухоженной с ног до головы. В Пакистане блондинки не в почете. Красивая женщина здесь должна быть похожа на белоснежку, то есть иметь темные длинные волосы и светлый кремовый цвет кожи лица. В Таджикистане идеалом женской красоты являются брови. То, что у нас называют монобровью, у них считается признаком красоты и большой удачи в жизни. Современное понятие красоты подразумевает спортивное подтянутое тело, пышные губы, красивые ухоженные волосы. Но ведь когда-то о занятиях спортом не было речи, а в моде были пышнотелые красотки с аппетитными формами. Мода капризна и переменчива, за ней иногда невозможно угнаться. Но иногда она диктует чудовищные условия, на которые идут женщины ради красоты. Ниже мы расскажем вам о тех идеалах женской красоты, которые сейчас нам кажутся ужасными. Но ведь раньше, в то время, такие женщины считались первыми красотками. Некоторые из странных идеалов красоты актуальны до сих пор. Как менялись идеалы женской красоты в западной культуре, фото, описание. В 16 веке в западную моду ворвался корсет. Сначала его использовали в качестве одного из атрибутов к мужским доспехам. В 17 и 18 столетии корсеты стали носить женщины. Представить женщину без корсета было невозможно. Сначала корсеты были и китового уса, затем их стали изготавливать из металла, дерева. Были ночные и дневные корсеты. Идеальная женская талия была чуть толще мужской шьи. Представить красивую женщину без корсета было невозможно. Более того, даже беременные женщины стягивали свое тело корсетами. Позже выяснилось, что корсеты оказывают негативное влияние на человеческое тело. Они приводят к деформации внутренних органов, нарушению кровообращения изменяет объем легких. После длительного ношения корсетов от них все чаще стали отказываться. Мода на бледные лица началась со времен Древнего Египта. Несмотря на то, что египтяне поклонялись Богу Солнцера, они не отличались особой любовью к загорелой коже. Женщины обычно изображали с кожей более светлой, чем у мужчин. Темная загорелая кожа – это был удел бедняков и рабов, которые вынуждены были проводить весь день под открытыми лучами солнца. Примерно такая же ситуация была в Древней Греции. Гречанки пользовались свинцовыми белилами для кожи, которые приносили огромный вред здоровью, но осветляли и кожу лица. В средневековье мода на аристократическую бледность все еще была актуальной. Ситуация осложнялась тем, что многие болели туберкулезом, поэтому бледность кожи для многих была естественным состоянием. Кроме этого, средневековая красавица должна была иметь высокий лоб. Для этого многие сбривали часть волос, чтобы визуально сделать лоб длиннее. Родинки, веснушки и прочие пятна на коже женщин не имели ничего общего с понятием «женская красота». Более того, женщина с подобными отметками на коже могла попасть под подозрение и прослыть ведьмой. В средневековье в моде была не только бледность кожи, но и мерцающие глаза. Добиться эффекта мерцающих глаз у красавиц получалось при помощи сока ядовитой травы Беладонна. Сок этого растения закапывали в глаза, отчего зрение нарушалось. Эффект был похож на глазные капли атропина сульфат. Но это было не просто некомфортно, это было опасно. Известны случаи, когда подобные жертвы во имя красоты заканчивались летальным исходом. В 18 веке у женщины, считающей себя красивой, обязательно должна была быть высокая прическа. Понятие «прическа» заключало в себя не просто красиво уложенные волосы. Это были настоящие произведения искусства. Для создания высоких причесок использовали парики, которые фиксировали свиным жиром. Ночью приходилось спать с такими прическами, потому что каждый день делать новые прически было невозможно. На запах свиного сала прибегали мыши-крысы. В то время даже были специальные клетки, куда помещали голову во время сна. В такие клетки грызуны залезть не могли. Волосы не мылись неделями и даже месяцами, потому что была прическа. Отсюда появилась муда на мушки. Темными мушками скрывали прыщи, которые появлялись на коже из-за недостатка гигиены. А на кожу лица наносили толстый слой белил и румян. Как менялись эталоны женской красоты в азиатской культуре. Фото, описание. В Таиланде и мьянме существует традиция носить железные кольца на шее. Считается, что изначально эти кольца были придуманы как средство защиты от диких тигров. Но позже такой аксессуар вошел в моду и понравился народу Мьинма и Таиланда. Надевать кольца на шею начинает в детском возрасте. С каждым годом добавляя по кольцу. Взрослая женщина может носить на своей шее до 5 килограмм железа. В азиатских странах в 10 веке появилась муда на маленькие стопы, так называемые ножки лотоса. Изящная женская стопа считалась эталоном красоты на протяжении многих столетий вместе с изящным маленьким телосложением. Изначально маленькая стопа у женщин была признаком принадлежности к богатому знатному роду. Женщина с маленькой стопой могла удачно выйти замуж и не работать. Позже страсть к маленьким ногам охватила все слои населения. Чтобы добиться эффекта маленькой стопы, девочкам с самого раннего возраста начинали туго бинтовать ноги. Существовала специальная обувь, предназначенная для таких ножек. В результате длительного тугого бинтования обычная нога сокращалась до 1 треть обычной человеческой стопы. Женщина становилась чуть ли не калекой. Стопы полностью деформировались, пальцы сжимались. На ногах образовывались раны, гниение, зловонный запах. Женщины с ножками лотоса теряли способность к передвижению. Красивые азиатские женщины прошлых столетий были вынуждены закрашивать все открытые участки тела. Например, на кожу лица, руки и шею наносили специальную пудру толстым слоем. Брови сбривали и заново рисовали. Сейчас это не считается модным и красивым, но во многом повлияло на современное понятие о красоте. Но есть еще одна отличительная историческая особенность азиатских красавиц. Это традиция красить зубы черной краской. Изначально окрашивание зубов в черный цвет служило способом защиты зубов. Основным ингредиентом окрашивающего раствора является ацетат железа, который помогает сохранить зубную эмаль. Позже эта традиция стала эталоном женской красоты. Женщины после замужества стали красить зубы черной краской в знак бесконечной верности мужу. В 21 веке можно встретить единицы женщин, которые до сих пор красят зубы черной краской. В настоящее время красивыми считаются обычные белые зубы. Однако у современных японок особая мода на зубы. Дело в том, что у японок узкие челюсти и зубы от природы у большинства они ровные. Это не считается чем-то некрасивым. Такая особенность дала толчок моде на кошачьи зубки, когда вперед выступают два клыка. Чтобы добиться такого эффекта многие японки прибегают к помощи стоматологов. Современная красота азиаток заключается в бледной коже и широких глазах. Азиатские женщины не выходят на улицу без зонта, чтобы не загореть. И если с этим пунктом все понятно, то с формой глаз все значительно сложнее. От природы у многих азиатских женщин видно только одно веко. Чтобы убрать нависшие верхние века, многие прибегают к пластическим операциям. Также научились делать глаза шире с помощью специального пластыря или клея, которыми фиксируют веко. Как менялись эталоны женской красоты в африканской культуре. Фото, описание. Более экзотической красоты нет ни в одном уголке земного шара. Убедитесь в этом сами. В племени Мурси женщина может считаться по-настоящему красивой, если у нее в губе есть большой деревянный диск. Маленьким девочкам разрезают губу, затем туда вставляют небольшой деревянный кусок. Из года в год диаметр деревянного диска растет. Чтобы было удобно кушать, девочкам удаляют нижние зубы. Женщины украшают диск узорами. Диаметр диска может быть внушительных размеров. Эта традиция изначально носит свадебный характер. За женщину с диском в губе семья жениха дает хороший выкуп. Диск в губе дает женщине право гордо и свободно держаться в обществе. Женщина с диском считается по-настоящему красивой. Если же диска в губе женщины из племени Мурси нет, то муж ее может избивать, имеет право. Такая женщина должна держаться с опущенной вниз головой. Одним словом, диск в губе не просто красиво, но и статусно для женщины. Современные красавицы из племени Мурси уже не хотят изувечивать свои губы, за что подаются осуждению со стороны старшего поколения. В Мавритании свои представления о красоте. Женская красота здесь ассоциируется с полнотой. С самого рождения девочек старательно откармливают, чтобы они смогли удачно выйти замуж в дальнейшем. Существуют специальные заведения для девочек, куда их отправляют с определенного возраста. Там их откармливают каждый день. Ребенок должен выпить около 20 литров ферблюжьего молока, не считая другой еды. За этим следит назирательница и если девочка не хочет есть, ее кормят насильно. С появлением телевидения в Мавритании все чаще стали отказываться от такой традиции. Мода на стройное тело начинает там только-только появляться. В племени Химба красивыми считаются женщина с телом покрытым специальной смесью. В состав смеси входит ухропепел и жир. Причем эту смесь наносит не только на тело, но и на волосы. Предварительно волосы заплетают в усы. В результате прически племени Химба выглядят очень оригинально. Наносит смесь на тело и волосы не только женщины, но и мужчины. Кроме красоты эта традиция служит в бытовых целях. Краска помогает защитить кожу от солнца. Настоящая красавица из племени Химба из одежды может иметь только юбку из кожи козы или коровы. Но обязательно должна носить массивное красивое ожерелье. Как менялись эталоны женской красоты на Руси в фото-описании. Настоящая славянская красавица должна была иметь крупное телосложение. Женщина на Руси всегда воспринималась изначально как мать. Имея крупное тело, женщина легко могла вынашивать и рожать много детей. На худых девушек потенциальные женихи внимания не обращали. Считалось, что худую девушку плохо кормят, а значит семья бедная. Это было неинтересно для будущих сватар. Кроме того, худоба была признаком болезни. Никто не хотел иметь больную жену, которая не сможет рожать и работать. Пока европейки затягивались в корсеты, русские красавицы носили широкие сарафаны, подчеркивая свои формы. Не относилось это к царственным и придворным особам при дворе придерживались западной моды. Русская красавица должна была соответствовать выражению кровь с молоком. У девушки должна была быть чистая белая кожа, румяные щеки, круглое лицо. На лицо наносили белило, а щеки закрашивали свеклой. Ценились сабалийные брови, цвета которых добивались с помощью угля. Невозможно представить красавицу на Руси без длинной густой косы. За неверность женам мужья отрезали косы, и это считалось большим позором. Чем длиннее коса, тем лучше. В муде были русые волосы, такие как у большинства славян. Настоящая красавица должна была правильно ходить. Во время походки спина должна была быть идеально ровной, а грудь слегка колыхаться. Правильную походку девушки оттачивали, нося кора мысла. Красавица идет, как лебедушка плывет. Основной целью русской красавицы было удачное замужество. А для того, чтобы удачно выйти замуж одной красоты мало. Девушка должна была быть скромно и сдержана, опускать вниз ресницы и рубить при виде жениха. Кроме этого, она должна была уметь шить, вязать, петь и танцевать, чтобы любая работа шла у нее, ладно. С наступлением СССР идеалы красоты русских женщин немного изменились. И если полнота и добротность тела были по-прежнему в моде, то волосы в 30-х годах ха-ха столетия стали красить в блонд перекисью водорода. Мода и западные идеалы красоты не успели прижиться, так как началась война. В послевоенное время красивая женщина должна была выглядеть, как родина-мать крепкой, мускулистой, готовой к бою. Настоящий бум в СССР начался в 80-х, когда появились новые стандарты красоты. Теперь все хотели быть стройными, длинноногими и изящными красотками. Современная красота тоже отличается определенными стандартами. Скорее всего, наши последователи тоже будут шокированы теми жертвами, на которые идут сейчас женщины ради красоты. Идеалы женской красоты меняются постоянно, благодаря фото и видео мы можем видеть, как выглядели женщины раньше.